Сакраменто Кингс – одно из главных открытий нового сезона NBA. По истечении 20 матчей регулярного чемпионата подопечный Майка Брауна комфортно обосновались в зоне плей-офф и сорвали уже кучу аплодисов от зарубежных и не только аналитиков. С вами канал NBA, меня зовут Антон Кузьмичев, и сегодня мы попробуем детально разобрать локальный успех команды, которая базируется в столице штата Калифорния, и, соответственно, попробовать оценить их перспективы в этом году. Устраивайтесь поудобнее, но нет, извиняюсь, перед началом этого ролика я вас все-таки попрошу подписаться на канал, поставить лайк этому выпуску, и если прям вам очень сильно понравится или просто захотите поддержать, то обязательно напишите какой-то комментарий, желательно по теме данного выпуска. Все, теперь точно, устраиваемся поудобнее, наливаем чаек, кофеек, энергетик, кумыс, что хотите, и мы поехали! Сакраменто Кингс Сакраменто Кингс богатая на историю франшизы. Малоизвестный факт, именно Кингс являются самой старой командой лиги, основанной еще в начале прошлого века. Но мы тут не будем, естественно, вспоминать подвиги и два выигранных титула Ротчестер Ройалс, или стараться зацепить период пребывания Оскара Робертсона в Цинциннате, либо посмаковать прайм-версией Нейта Арчибальда в Канзас-Сити, ну и начало 90-х с небезызвестным Мичем Ричмондом тоже, вероятно, стоит вычеркнуть из нашего повествования, потому что тогда ролик затянется минут эдак на 30. У нас есть случай, это уже вспоминая школьную программу, и давайте вместе с вами его проведем. Начальная точка – это сезон 05-06 с Майком Биби, Роном Артестом, Пежей Стояковичем, Брэдом Миллером и Бонзи Уэллсом под руководством Рика Адельмана. До точки, наверное, неизвестности, потому что я зачитал им состав сезона 2006 года, через год после ухода Криса Уэббера, и именно тот год стал последним, когда Кингс попадали в розыгрыш плей-офф. За это время команда сменила десятки тренеров, сменила франчайз игрока, отсылка тут, естественно, к Демаркусу Казинцу, совершили ряд эксцентрично-неадекватно-очень неадекватных обменов, и в целом застолбили за собой статус, возможно, худшей команды NBA в промежутке последних 15 лет. Но всему свойственно изменяться, и эти самые изменения, наконец-то, затронули и Сакраменто. Не зря я упомянул настоящую чехарду на тренерском мостике Сакраменто. После Адельмана здесь побывал не только Майкл Малон и Джордж Карл, но также Пол Уэсфельд, Эйф Йоргер и даже Люк Уолтон, которого протерпели почти три года. Закрывал же прошлую регулярку Элвин Джентри, однако такого кандидата, как Майк Браун, руководство команды мимо внимания прокатить точно не смогли. Если кто не знает, то Браун с 2016 года состоял в тренерском штабе Стива Кера на должности помощника. А если проводить какие-то связки и венки, то не лишним будет сказать, что заменил он там Люка Уолтона, который на тот момент отправился на должность главного в Лейкерс. Я думаю, что вот это, кстати, будет лишним сказать, но тем не менее, Браун приходит в команду. Я знаю, что Виншерс уже давно отошли, я не знаю, какие-то аналые истории, но тем не менее, он приходит в команду, где во всем сезоне лучшими становились не только Ришон Холмс и Харрисон Барнс, например, в прошлом году, но также Уилли Коля Стайн дважды и Нимания Бьеллица. Все, я скинул себе этот груз курьеза, теперь продолжаем. Теперь ГСВ. Майк Браун приходит точнехонько после того самого сезона 73-9-3-1, а это значит, что вместе с ним Голден Стейт уже почти перезапустили франшизу, а первые два титула завоевали вместе с Кевином Дюрантом, подписавшим, кстати, контракт через три дня после Майка. Очевиден тот факт, что влияние помощников главных коучей в NBA недооценено. Тому есть сразу несколько примеров гениальной работы некоторых ребят на фоне того, что в роли ассистентов в наше поле зрения они попадали, и это как раз, наверное, 4 в год. По-хорошему, в лиге задан тренд, в результате которого быть помощником у какой-то тренерской глыбы является более крутым и последовательным решением, чем просто по завершении игровой карьеры резко уйти в работу главных. Это как та самая грань между школой и лигой, где в какой-то момент времени куда выгоднее было уйти на год-другой в универ перед драфтом. Но так сложилось, что крутой старт Сакраменто очень четко подвязали под невнятное начало ГСВ, и уже некоторые ребята вовсю горланят о том, что главная заслуга в чемпионстве ГСВ прошлого сезона принадлежит не Керу, но Брау. Легитимными методами обходя сброд неадекватов, то есть отписываясь от них, могу вас заверить, что Майк – это базисный специалист, понимающий концепции современного баскетбола и отличный кандидат для команды, которая так давно нуждается в перезагрузке. Но на данный момент времени сравнение со Стивом Кером выглядит максимально неуместно. Примерно как сравнить сейчас, допустим, Альберта Эйнштейна и выпускника какого-то питерского лицея, пусть даже с красным дипломом, ничего страшного. Не затмевая того приятного для фанатов Kings, кстати, группировки которой запрещена на территории РФ ввиду ужасающих результатов франшизы, факта, что наметки Брауна уже видны, понятные даже вроде бы как работают, однако, оставляя все это без выводов, переходим уже к самой команде. Краеугольным моментом моего повествования, тем не менее, идет не увольнение Влада Дибитса, а именно обмен. Обмен Тариса Холибертона, Дабл Ти и Бадди Хилда в Индиану, за которых Сакраменто получает Дамантоса Сабониса. Немаловажный факт, что этот обмен подвязали как раз таки под то, что Сакраменто хотели попасть в плей-ин еще в том году. Далее команда спихивает непригодившегося Марвина Бегли, которого выбрали, кстати, на одну строчку выше драфта 2018 года из-за того, что Дончич не был нужен ввиду наличия Даррона Фокса, и использует уже на этом драфте четвертый пик на Кигана Мюррея, про которого обязательно поговорим немного позже. Немаловажный аспект текущего, все еще весьма неочевидного, но все же локального успеха, это летние сделки. Если подписание по рынку Малико Монко для меня рассматривается примерно как, ну, ладно, то выменять себе Хертера за довольно скромные активы уже пасфактум считается каким-то нереально крутым мувом. Хертер бустанул все свои показатели до карьерных значений, бросает из дуги на 45%, а стиль Кингс явно ему подходит. Что про стиль, кстати говоря. Команда четко придерживается концепции быстрого баскетбола, тут вам и самый высокий темп в лиге, высоченный показатель оффенсив рейтинг, хорошее значение. Ассист третива в купе с тем, что команда одна из лучших по охране своего счета на подборе, то есть дыре процента. Посмотрев на цифры Сакрамента, складывается ощущение, что это та самая команда, которая на ульте катается в высокотемповых матчах, но стратегия которых сыплется в низком темпе. Заходим в стату и не видим доказательств нашего тезу, потому что единственный матч, который Кингс катали на 96.5, случился с Дэвионом Митчеллом на розыгрыше, а корреляции побед-поражения относительно Пейса не замечено, как вы видите из приложенного мной скрина. По факту из того, что я смотрел, то не вижу каких-то легитимных аргументов для того, чтобы хоть какой-то матч Сакрамента закончился в адекватном темпе по типу 95. Это я даже, наверное, могу как-то аргументировать. Кингс разгоняет атаки таким способом, что любая уже атака оппонента превращается в какое-то подобие фастбрейка, где априори у тебя ожидание в показателе очко завладения будет хорошее. Но соль в том, что этого ожидания может быть недостаточно именно против атаки Сакрамента. Такой вот порочный круг кровообращения, или как любят говорить, баскетбол по бразильской системе. В команде сейчас собрались профильные ребята быстрого темпа, мистер Даррен. Фокс, несмотря на подписание с клатч Спортс и слухи об уходе в Лос-Анджелес, остается главным игроком в команде. Тут вам и первый шаг, и скорость, и проходы, и атлетизм. Плюсом к этому, Фокс прямо сейчас один из лучших в лиге по созданию открытых бросков для своих тиммейтов, а также подтянул трешку до нормальных значений. Единственный бич его игры — это защита. Теперь за бонис. Тут, кстати, много схожести с лесой, но литовский центровой любит ходить в крайности. По игре в защите он действительно находится в 3-4, может, 5-5% худших в лиге. За 3 матча и 3,5 минут владения против Сабы Карри выбросил 21 раз, попал 14. Любой размен Сабониса — плюсовой. Это, кстати, негласное правило лиги. При этом Дамантес иногда слегка, иногда нет, компенсирует все это на чужой стороне площадки. Один из лучших пасущих бигменов и, вероятно, лучший по игре в кольца. Его движение там просто невероятное. Харрисон Барнс отлично вписывается в роль спотап-шутера. Успешный успех Кевина Хёртера мы уже отмечали, но там достаточно было взглянуть, кстати, хотя бы на цифры. А лютейший провал Кигана Мюррея на старте сезона компенсируется на втором юните. Тут-то вам есть и Малек Монг, который является классным специалистом, но с точки зрения селфмейт-скорера. Тут вам и талантливейший Теренс Дэвис, которому пока не хватает стабильности. Уверенным бойцам второго юнита отношу Кейзи Акпалу и Трей Лайлза, а также с одняком держащийся Дэвион Митчелл, ибо его прогресс на паркете пока весьма и весьма сомнителен, но доверие Майка Брауну к этому молодому подавану в данный момент безгранично. Хотя вот Митчелл как раз-таки лично для меня записывается в категорию расчарования, под уставшие метрики трешки и отсутствие прогресса в какой-либо значимой категории. В сухом остатке мы видим команду, которая одержала 8 побед при одном поражении в поединках, где они сами же набирали 120 плюс очков. Довольно безбашенно, при этом играя с командой любого калибра в свой баскетбол, но, как мне известно, на основании последних лет просмотра статистики ни к чему хорошему это не приведет. Нужно добавлять новые концепции, чтобы быть хотя бы в зоне плей-ин запада. Если таковых не будет, то Майк Браун приедет, вероятно, в какое-то очередное незапланированное увольнение. Так что пока я оцениваю Кингса, измеримо с их качеством наполнения. Довольно низко. По мне, эта команда должна будет благодарить баскетбольных богов, если хотя бы доживет до плей-ина. Сейчас же вывод абсолютно точно. Отрицательный. Ну что ж, друзья. Вот примерно так вышло. Я, возможно, должен, наверное, извиняться за то, что тут снова негативная повестка. Но, тем не менее, считаю, что я имею право сказать много хорошего про 30 команд лиги. Но это уже никому не нужно. Все-таки лучше передать мысли автора. И в данный момент, учитывая то, что от Сакрамента я не увидел никаких подстроек к сильным оппонентам, к слабым оппонентам. Потому что они все так или иначе различаются. Я считаю, что Сакрамента все-таки команда, которая в данный момент немножко переоценена в комьюнити. А что будет, как будет, и что будет дальше, мы, конечно же, увидим позже. Потому что мы с вами понимаем, что, наверное, первые такие адекватные выводы стоит делать где-то в январе, феврале, возможно. И, безусловно, Сакрамента Кингс одни из кандидатов на попадание в плей-ин с последующим попаданием в плей-офф. Так что все. Не, мне нравится смотреть за игрой этой команды. Но просто я в них не верю. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если не согласны, обязательно пишите комментарии. Если согласны, тоже пишите комментарии. Да просто пишите комментарии. Пока-пока.